Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала! Я живу в Тверской области, это север нашей области. Со вчерашнего дня я начала обзорчик моих томатиков, которые я уже сажала, которые мне понравились. Делаю подробное описание и прилагаю к этому описанию свои фото моих томатиков. Фотографии я беру из Одноклассников, поэтому на качество не обижайтесь. Приятного всем просмотра! Вот у меня уже здесь есть обзорчик моих томатиков на моем канале. Кому интересно, заходите, смотрите. Это томат Банановые ноги, Грибной Лукошко, Кузатахата, Французский Гроздевой, Алтайский Розовый. Заходите, смотрите. Есть еще время для выбора. Продолжим. Сегодня у нас японский трюфель красный. Сажала я его в прошлый год первый раз. Понравился вот такой оригинальной формы томатик. Правда, у меня его всего было два. сеяла я его 7 февраля, так же, как и все. Вот он был у меня, японский трюфель. 16 номер. В теплицу я его посадила. Вот, 23 апреля. При всем при том, что у нас на майские праздники были сильные морозы. У меня уже все росло. Все уже было посажено в теплицу. Так-то, кому интересно, я прилагаю еще фотографии наших морозов июльских. Когда был мороз в июле. Там есть число. И посмотрите, как все у меня там выживает, переживает. Еще там есть фотография, когда у нас вот майский мороз был. И 22, по-моему, мая я сфотографировала, как они у меня пережили. И как растут мои низкорослые и высокорослые автоматики в теплице. Так что, можете посмотреть, кому это интересно, кто скептически относится к раннему посеву, к ранним посадкам. Я говорю, что еще раз, что у нас в Северсвестской области и нам хочется получить, вернее, мне лично хочется получить раньше урожай, чтобы он отдал себя, чтобы мои труды не пропали напрасно. Так, ну вот. Как подробненько-то его описать, если я его только первый год выращивала. Среднеспелый. Вот лучше сами читать. Высота растения до 160 сантиметров. Ну, я сажала два корня в одну лунку. Плоды действительно были вот некрупные, как раз для консервации. Вот, росли гроздьями красивыми такими. Но вот его такая отличительная особенность. Вот почему-то один-единственный томатик. Вот прошлогодний. У меня вот так вот себя показал. Ну, посмотрите его особенность. Вот здесь вот было желтое такое, вот оранжевое, вот, ну, пятно. Но оно не портило никак. Так, вот, мякоть у него оставалась такой же вкусной, без всяких прожилок, плотной. Шкурка у него, конечно, плотненькая. И говорю, для консервации самое то. Вот, и такой вот оригинальный вот размерчик. Его в баночке будет очень красиво со всякими разными томатиками смотреться. Так, что ещё хотела сказать. Два стебля я его формировала. И потом всё-таки пазынки я все эти обрывала. Ну, там посмотрите. И есть фотография там, где этот томатик уже весь красный. Домой я его принесла, когда сняла. И ничего в нём такого и страшного-то не было. Этих жёлтых пятен. Они быстро всё исчезли. Всё покраснело. Так, что не переживайте. Главное, он урожайный. Мне очень понравился. Я оставила его на этот сезон. Посмотрите мой ролик до конца. Там будет приятный бонус от меня. После фотографии ещё будет одна фотография. Всем приятного просмотра. Ждём весну. Презентация следующего томатика будет «Медвежья лапа». «Медвежья лапа». Продолжение следует.